Порошенко угрожает авиаударами по России. С такими заголовками вышли российские и пророссийские СМИ «Правда.ру», «Украина.ру», «РНТВ», «Ньюсдэй-24», «Вся правда», «Информбюро» «Политикус.ру». Это откровенная манипуляция и не соответствует тексту самой новости. Это сообщение основывается на цитате из выступления президента Украины Петра Порошенко на церемонии вручения дипломов выпускникам Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Во время выступления президент заявил, «Наша военная авиация по своему назначению, огневой мощи и дальности боевого применения должна стать той силой, которая вместе с другими составляющими обороны обеспечит сдерживание амбиции Российской Федерации и будет способна нанести адекватный удар в ответ любому агрессору». Таким образом, Петр Порошенко не угрожал России авиаударами. 28 июня представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинская армия взяла в плен 8 саперов во время согласованной с ОБСЕ операцией по разминированию Широкина. Басурина процитировала издание Донецкое агентство новостей. В районе Широкина 27 июня саперное подразделение отдельного отряда ДНР проводило плановое разминирование территории по согласованию с миссией ОБСЕ. Под прикрытием огня артиллерии для захвата саперов в указанный район выдвинулась разведгруппа 54-й бригады ВСУ и подразделение Добровольческой украинской армии. В результате артиллерийского огня двое военнослужащих ДНР погибли, а восемь были тяжело контужены, из-за чего, не имея возможности сопротивляться, были взяты в плен. Эту новость перепечатали многие издания, такие как ТАСС, ТВ-центр, Украина.ру, Русская весна, Лайф-ньюс и другие. Однако в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине это заявление опровергли. Вот оно на их странице в Фейсбуке от 29 июня. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не получала никакой информации от совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня или кого-то другого о проведении разминирования или запросов для мониторинга таких работ 27 июня в районе Широкино. Кроме того, в тот день миссия не давала заданий или предложений ни одной из сторон относительно проведения каких-либо конкретных операций по проверке режима прекращения огня. Миссия призывает стороны воздерживаться от ложных заявлений, которые вводят в заблуждение. Российские СМИ продолжают утверждать о якобы высокой популярности отдыха в оккупированном Крыму среди украинцев. Первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремец сообщил РИА Новости о том, что крымские пограничные пункты пропуска увеличили количество сотрудников в связи с наплывом отдыхающих из Украины. Российское издание «Украина.ру» вышло с заголовком «Украинские туристы помогают Крыму поставить 25-летний рекорд». Несколько иного мнения об этом украинские пограничники. В материале «Крым.реали» они заявили. С наступлением лета количество людей, следующих с материка на полуостров, увеличилось. Но это не значит, что прогнозы власти Крыма подконтрольной Кремлю начали сбываться. Ведь по словам пресс-секретаря Азова Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Максима Сороки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество украинцев, которые заезжают в Крым, сократилось. Среди причин низкой популярности отдыха в Крыму у украинцев он отмечает небезопасность, транспортную проблему и чувство патриотизма. Веб-камера Крыма также демонстрирует, ажиотажа в Крыму нет. 28 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите стран ЕС в Брюсселе попросил лидеров Европейского союза найти юридически обязующее решение, которое бы приняло во внимание причины, приведшие к референдуму в стране. В этом случае Нидерланды не ратифицируют соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Также он отметил, что это можно сделать, как изменив текст соглашения, так и оставив его в первоначальном виде. Рютте подчеркнул, что внутри Евросоюза попытаются найти решение данной проблеме, хотя шансы малы, но они будут стараться. Но ряд прокремлевских СМИ вышли с заголовками, что ГАГА отказалась ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Российский телеканал РЕН-ТВ сформулировал заголовок так, ГАГА отказалась принимать Украину в ЕС. При этом российские СМИ упустили в своих новостях часть о возможном решении проблемы. Это был выпуск СтопФейк Ньюс. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если вы увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. Больше опровержений вы можете найти на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok